ребят всем привет меня зовут александр вы на канале алекса не таксуй это давид мы сегодня катаемся как катаюсь мы сегодня рассказываем про машину без стюн над фау-фау в общем это электричка которую создавалась именно под такси расскажи какие у тебя впечатления про этой машине что ты вообще вот ты вот сел эту машину первый раз ты подумал вообще когда я сел в машину я подумал что блин какая она большая внутри то есть там очень много места она едет она едет на в самом деле намного быстрее чем обычная машина разгон он не такой как у тесла но все равно быстрее чем обычная машина и маневрировать на ней по мкаду это вся кайф пассажиры вообще узнают понимают что это электричка некоторые да но не все то есть некоторые люди замечают типа что вот она электрическая но некоторые понимают только когда начинаешь разгоняться и звук мотора с учетом к троллейбусу да у тебя одна дверь задняя вот просто открывается да а вторая дверь у тебя электрическая электрическая как пассажиры реагируют привыкли привыкли к тому что ты самым дверь открываешь ну или как они сами но они некоторые пытаются но обычно я успеваю заметить пассажира нажимая кнопочку они в таком восторге зима в аудова сервис я посмотрел пока сейчас ждал когда был на мой посмотрел видео с китая вот про эту машину в обзор там прям ну это прям полноценно машина для такси то есть она делается конкретно под такси и у нас она не понимаю тоже я увидел только вот в такси больше где такие машины по москве катается две штуки и третье продается вавилоне и все а то есть всего 3 до их в россии там меньше десяти штук где-то но то есть у нас эксклюзив пацаны эксклюзив друзья если вы в поисках надежного парка для работы только рекомендую эксперт парк сам лично работаю через этот парк ребята очень серьезно подходят своему делу и всегда стремятся лучше свой сервис включают индекс такси и индекс доставки по всей стране комиссия парков всего лишь 50 рублей в сутки а есть возможность покупать смены в долг но в тех регионах где это еще возможно и для тех кому это еще возможно автоматические выплаты без комиссии и также есть четыре варианта возможности моментально владеть деньги выбирать тот способ который подходит именно для тебя также подключают к сетям и по всей россии также подключают самозанятых водителей все ссылочки я оставлю в описании переходите на их сайт регистрируйтесь подключайтесь техподдержка работает круглосуточно в этой машины два двух сторон зарядки да вот получается первый порт это медленная зарядка type 2 это же нет это не type 2 это вот мэнекис который сделан это джи бити которая медленная я похож на type 2 его type 2 по москве их очень много и они распространены но она меньше по размерам то есть просто чуть-чуть меньше и она не подходит вот еще один порт до 2 джи бить и быстро на 2 зарядка любите да она уже провод только на этих станциях готовые быстрая зарядка и принимает до 80 киловатт больше 80 она не берет и где-то до 60 процентов она заряжает от максимальной мощности дальше чуть-чуть снижение там до 50 киловатт и после 80 до 20 если вы ищете автомобиль в аренду то рекомендую обращаться таксопарк рулем в парке есть машины эконом комфорт комфорт плюс класса большинство из них новые без пробега также в парке действует акция при виде друга за каждого приведенного друга вы получаете либо два дня аренды в подарок либо скидку на каждый оплачиваемый день 100 рублей пока этот друг ваш работает количество приведенных друзей не ограничено можете хоть всех своих знакомых позвать номер телефона вы сейчас видите на экране также не забывайте называть промокод алекс гол и получаете два дня аренды в подарок расскажи вот мне все писали то что работа в такси на электричке это не выгодно это неинтересно это неудобно расскажу свои впечатления вот потому что мы все про машину про машину а вот про работу расскажи про работу на ней как вообще происходит у тебя работа как какой вот ты живешь так живут как я в очке дьявола для электромобилей рассказывает но здесь с электромобилем сложно потому что ближайшая зарядка она отсутствует далеко и она не подходит которая здесь вот есть в городе нашем а как все остальные они находятся в москве и до нее 20 километров подходит быстрой зарядки вообще редкость медленные они очень медленные вот иногда получается когда я ухожу покушать на обед я совмещаю быстрая зарядка вот они платные быстрой зарядки для китайских машин и самое дешевое это 600 рублей до полного зарядить и 12 до нас рублей за киловатт вот и обычно сам большой ну типа 20 рублей за киловатт и там около тысячи с лишним выходят есть еще 22 рубля за киловатт там прям вообще космос цены получать а знаешь где если трасса вот есть на ковушке так этого нет пушка у нас на киевке есть на киевке там заезд трасса и там есть зарядки для gbt то есть там стоит да там есть сисис комбо 2 и есть чадом и шадом и gbt там можно заряжаться но танкс но там еще нас уже закрывать то есть достанта вы надо заряжается на тесле вот и на самом деле ну достаточно удобно то есть что они появляются хотя даже не появляются их ну не так мало то есть я на днях оказался вообще вот во внуково с десятью процентами и я смог доехать спокойно и зарядиться причем мне повезло я приехал буквально за 15 минут до ауди и трон которая ждала пока я заряжусь что не другой вход покажи как открывается правильно дверь потому что это такая же проблема как в тесла растусь потянул один раз и она открылась вот и внутри она открывается там же рычажком или кнопкой у водителя но по водителю то есть есть круто так то закрывается она просто раз также один раз потянуть круто потому что здесь я думаю также у пассажиров возникают вопросы как и на тесле потому что вот если двери открыть тоже непросто как бы никто не догадывается здесь хотя бы ручки сделаны как ручки то есть опа все поехали открылась вот эта штучка удивляет людей тоже очень сильно потому что во многих машинах этого нет зеркальце для того чтобы ходил пассажир да да круто и еще у тебя складывается здесь прям как столб у нас один игрок стал бы он складывается рутер удобно и торпи торпеда выглядит интерес слушайте на место прям топ на час мы глядят отсюда потому что учредники в общем место здесь прям много я прям ну слушайте круто я сел кайфу непривычно что здесь нет спереди сиденья ну то есть она опущена но я понимаю можно же поставить да можно поставить можно поставить без проблем и самый прикол что здесь смотрите коробка передача на нот вот такой шайбочкой как на хавале фой джилионе только там по-другому это расположен но принципе такой же кнопка старт-стоп он поможет напоминает как на мерседесе да и вот такой вот экранчик простенький как будто это какой-то корее да и вот вообще экран полноценный там пробег заряд запас хода и что здесь есть наверное все ну время какая скорость передачи да вот с этой стороны это машина действительно под такси вот здесь есть прям зарядка то есть можно телефон вешать вот на эту часть и здесь есть вот зарядочка для карточку зарядочкой все вот смотри вот здесь такой бред сделали обычно в этом месте расположен круиз-контроль на машинах здесь стрелочка но очень напоминает круиз-контроль на самом деле эти кнопочки переключают только вот этот режим пройденное расстояние и средний расход а эта кнопочка его сбрасывая а круиз-контроль находится вот здесь на рычажке и круиз-контроль здесь не как у обычных машин где медленно постепенно разгоняется он моментально набирает скорость то есть прям очень быстро и когда ты хочешь куда-то повернуть и включаешь вместо поворотника круиз-контроль это может быть опасно в этой машине сзади есть два подстаканника и юсб порта то есть это самом деле они работают то есть люди пользовались у меня вчера сюда и здесь конечно зарядки но 12 вольтовые тоже розетка есть можно много чего твути впереди тоже хватает достаточно много здесь не хватает вот здесь карманчика но он сделан типа как стол здесь кармашек и бардачков здесь ну просто не хватает самый прикол в том что машина вроде большая но я вот сейчас села на переднее сидение пассажирское оно на максимум то двинуто назад все то есть топарь мне нет места то есть во первых она не регулируется по высоте и вот до потолка мне тут совсем чуть во вторых у меня ноги вот коленки уперлись вот все то есть ну типа вот я сел максимум вот ну то сидушки опять беда китайцев это все родные сидушки вот у меня нога уперу сюда то есть я спереди как пассажир ну мне было бы некомфортно но вид в принципе сидит для меня я дальше отодвинулся буквально на пару сантиметров вот мне удобно но вот ноги иногда левая нога то есть она не используется но для него просто неудобное место просто ну как бы расположена чуть-чуть бы левее бы нормально а так она все время криво и вот затекает положение водители знают как бывает поставить между тормозом это опасно потому что тормоз уже мешает это вроде бы электричка мы все привыкли к тому что электришки не такие современные а там всякие большие дисплеи здесь же все максимально просто это просто таксичная машина специально сделано под такси здесь вот все больше ничего не тут есть также кнопки вот аварийка вся история я знаю что здесь и задняя камера но камер заднего рода но она чуть ли не пиксельная закрою это nokia 3310 вот ну вот туда понятно что это все в сравнении до в сравнении с другими машинами но тем не менее камера как бы да он такая не очень ну как поставь на паркулочку как-то все работает вот да то есть вопрос она вот крутится вот так шайба и все как на хавале джулион ну там может на каких-то еще машинах а просто другие не знаю с такой штукой подсветки здесь нет это есть здесь здесь есть где нету тоже это может потому что ночь нет 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 подсветки машина максимально простая для такси чтобы ничего лишнего нет я посмотрел видео взоры на этих машинах даже специально урезают мощность двигатель чтобы она проезжала много больше давай самый интересный вопрос насколько хватает километров тебе зарядки вот я ездил заверял сам зарядился 95 процентов потому что дальше на еле-еле заряжалась и до 10 и и опустил проехал 255 километров то есть это вот предел то есть максимум там еще 15 20 на проедет до нуля и все то есть для такси для москвы это маловато это прям на самом деле очень мало прям очень мало потому что но тесла проезжает можно проехать 250 300 километров то есть ну в натяжечку тогда 320 можно на ней проехать да это там ты уже полезу ножа ходишь но тем не менее можно проехать здесь чтобы все но в чем преимущество этой машины в китае в китае на них можно приехать просто менять батарею то есть у тебя батарейка села ты приехал в сервисе поменяли поставили другую ты поехал дальше у нас пока я пока ближайшем будущем этого точно не будет потому что пока на всю россию порядка 10 машин да ты говоришь ну то есть их показалось наверно просто вот тестовыми партиями посмотреть вообще что и как это будет работать стоит она два с половиной миллиона со скидкой можно взять за два с копейками за два с копейками можно взять в принципе эта машина подходит к плюс к плюс на два мульта машина это хорошо и по ощущениям вот я ездил на джак который стоит столько же и ощущение намного интереснее намного приятнее на ней ездить люди в восторге у меня последние дни вот чисто три дня катаюсь у меня около сорока пятерок просто вот я прям увидел как у меня все сдвинулось резко люди ставят одни вечерки они довольны они в восторге она разгоняется не так быстро как тесла они не пугаются но все равно ощущение приятное то есть людям нравится так как эта машина создавалась чисто под такси значит и багажник у нее должен быть большим сейчас посмотрим багажник в принципе сюда войдет ну как ты думаешь чемодана 2 но я сюда я запихивал два больших чемодана и три маленьких прям реально много потому что здесь многое место сверху 440 нормально как говорят но я не знаю я знаю что здесь еще вот если вот это все убрать вот это мощно доносит зарядки ну всякая барахло и тут вот получается там так уже все уже куда там поводят я бы для себя я бы наверное снял это да что было побольше багажник если куда-то ехать до чтобы на самом деле было бы поудобнее вот высота вот этого 80 метров 78 короче на метр 90 я вот когда но у меня почти два метра я вот упираюсь вот можно остаться без глаза у меня смущает в этой машине так это вот вот это вот история все это вот что такое выглядит это странно до кнопочек никаких не до самой дешевой комплектации еще вот этот визит что любой кочке она будет дребезжать нужно подсовывать что-то я пока не запаривался но вот знаешь есть toyota какая-то которая форма кареты вот она похожа чем-то надо и ну здесь наверное удобно пускать какую-то рекламу какую-то рекламу написал пацаны подпишитесь на канал алекс иди таксуй пробуем тестируем сделать ровный пол вон ту тоже наверно так на себя да да вот это время на то есть ну ровный пол как вообще никак вообще на видосе я видел что как-то делают ровный пол но как я не знаю может быть нужно нижнее сиденье куда-то убрать все погоди нет они не будут не обращать без вариантов здесь если так прям сиденье убрать без сиденья еще кстати что немаловажно кузов эта машина он весит самковым кроме крыши для наших регионов москва питер это прям вообще крутое решение она не будет гнить но не должна по крайней мере надеемся ждем когда эти машин будет побольше чтобы можно было взять покататься посмотреть вообще самому потому что ну я бы прокатался посмотрел бы пострадал бы маленько получается на бесплатный заряд хоть вообще не заряжаешь только плату да вот вчера ходил в кино с женой поставил на зарядку и зарядился на 15 киловатт как бы это 20 процентов сейчас переходим к самой интересной части я сажусь вот такой зеркальце можно смотреть чтобы уходить так как она закрывается изнутри вот рычажок да опа блин смотрите красота еще также есть стеклоподъемник он работает нет заблокирован это закрыть открыть дверь да это за нет это заблокировать дверь в плане того что когда дети для того чтобы пассажиры сами не могли открыть дверь так тоже не открывается я понял крышка открывается она вот отсюда с кнопки да он вверх здесь подсветка светом есть только здесь и он вообще слабенький как и фары здесь всего лишь но этот одна линза с каждой стороны вот на джеки там помог 23 и не хватает хватает потому что он лет да но просто для машины для освещения вот пространство перед собой мне маловато давай прокатимся теперь посмотрим вообще как это все дело обстоит сейчас мне надо пристегнуться потому что это электричка это скорость это спорт но хотя здесь есть два режима и оба режима эконом и к плюс мне здесь еще есть нормал нормал да но вот сейчас включил по мне очень упрощением это чисто режим рекуперации так самое главное пристегнуться я просто одной рукой пытаюсь пристегнуться никто толкаю все все нормально поехали бы это кто на подлокотник такой здоровый огромный давай стартую по царской ох ёхта ничего как быстро и окрасили облили вспомнилась да сразу тесла вспомнилась на самом деле на самом деле это как масса эта машина по-моему в нагруженном виде что 2 2 тонны до 2 с лишним да он едет она достаточно бодро всем ученым что тут урезана мощность двигателя то есть это у нее специально урезали мощность двигателя чтобы она хватала и заряд побольше едет она достаточно бодро ну то есть мне даже страшно вот да и к плюсе вот на сразу начинает тормозить вот если я сейчас разгоняюсь по сравнению с той там плавно было здесь вот он начинает бодро и сразу же тормозит до большой скорости блин ну слушай на самом деле это прикольные эмоции то есть вот сейчас увидите то что вижу я вот мои ноги вот взгляд мой вот так же вижу все теперь на самом деле я бы так покатался на такси типа это охренеть как ой как быстро охренеть как это прикольно не зря я постегнулся скажу я вам ёпчу вот боком 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 она не переворачивается то есть у центр тяжести а на самом деле удерживает хорошо машина я так же как на тест там снизу батарея вот я свои ниже в два раза ну да но тут 15 сантиметров лиранс на самой нижней точке я не знаю но тесли но в принципе блин но она дарит также эмоции да она у нее не футуристичный дизайн ну обычный дизайн обычной машины типа аля там ну не солярис элантра да ну плюс-минус ну хавал джулион типа где-то да но блин она дарит эмоции такие же как тесла в плане разгона в плане динамики да здесь нету наворотов таких там типа как подушка пердушка но зато здесь есть пиксельная камера которая поможет вам сдавать назад и все и в целом нормально хватает это как у большинства машин которые в россии сейчас не это вообще слушай на самом деле прикольные эмоции минус что нет бардачка вот просто вообще нет вообще все катается здесь а вот вот это вот ниша вот это вот это бардачок так называемый по-китайски но в целом в целом достаточно прикольно и . за два два с половиной два сто два стола можно за два слова мульта под к плюс типа сейчас москвич стоит под комфорт два мульта типа это со всеми скидками со всеми скидками по мне лучше брать вот это вот типа это к плюс вопрос только где дадут лизинг на такие машины это уже другой вопрос но по мне это намного интереснее чем москвич ну типа нас конечно ниху не кидайте с какашками но что-то китайская что это китайская вот что то что это китайская но типа в этот китайской хотя бы едет не стоит или электронная версия не стоит три мульта она стоит два стоя она подходит к плюс а москвич комфорт в общем в этой машине не хватает подлокотника у заднего пассажира в двери потому что отъезжает и люди просто замечают что некуда положить руку и у переднего пассажира вот здесь вот есть только да у водительская вот этого от культа и не хватает чего-то нормального у нее очень хороший угол разворота для машины четыре с половиной метра и в длину она легко поворачивает легко маневрирует и прям ну руль можно сильно вывернуть в сторону я ездил на гамри камри такого не может а джек тем более так вообще не можешь развернуться нормально вот на этой машине я умещаюсь везде суши а парктроник есть у нее да парктроник работает он по моему только задний то есть передний да там задние три штуки слушай но люди смотрят люди даже смотрят и снимают да люди оборачиваются постоянно то есть машина до замечают на ней еще написано электротакси но надпись такая маленькая то есть когда первый раз увидел эту машину мне показалось что надпись видно по факту вот многие кто садятся вот не замечали надписи вообще вот в аренду эту машину она по мне дорогая 440 с графиком 61 446 1 да ну да дороговаться тем что запас хода прям маленький-маленький до зарядки только платные но эта цена скорее всего понизится и плюсом мы должны добавить сюда к этому купить комплектом переходники до для разных зарядок потому что но этого не хватает то есть она не окупается сейчас по сравнению с арендой обычная машина она как бы сначала мне показалось что выгода то есть там 300 400 рублей но это если заряжаться на единственной зарядки по 12 рублей за киловатт а если ты заряжаешься 20 это и больше то вообще как бы минус теряешь по времени где-то час потому что нужно приехать нужно по 40 минут хотя бы заряжаться и еще очередь бывает все это все съедает кучу времени для такси нету не очень выгодно ну что ребят у нас получилось вот такое коротенькое видео обзор вот этой вот замечательной машинки вас как-то там она называется в общем которая сделана специально под такси на китайский рынок и сейчас скажем у нас эксклюзив в россии таких машин немного и тем более уж немного работает такси я думаю что вам было интересно если вы хотите подписывайтесь на канал вообще даже если не хотите тоже подписывать вот пишите комментарии как вам машина и не забывайте ставить лайки спасибо за просмотр пока все боя